Продолжение следует... То есть он достаточно популярный, его крутят в Фейсбуке, ВКонтакте, везде в почте, в Ютубе, везде, везде, везде. И я хотел бы высказать свое мнение по данной теме. Тема достаточно интересная. Тема о кофе. Как кофе влияет на человеческий организм. Ну, давайте я расскажу немного о этом клипе. Кто не видел, отрывки какие-то я покажу. Дело в том, что автор данного клипа, фамилия не запомнил, врач четырех поколениях. И автор утверждает многие интересные вещи про кофе, про молотый кофе, про растворимый кофе. И, как я понял, что нужно внести некоторые ясности. Итак, два вопроса, которые поднимает автор. Первый вопрос. Значит, в кофе все очень просто. Значит, кофейное зерно, как и зерно злаковых, имеет два участка. Наружное. Вот, рисую наружную. И внутреннюю оболочку. Когда кофейное зерно растет, в нем набираются два алкалоида. Снаружи, в наружной оболочке, находится алкалоид кофеин. А во внутренней оболочке, вот здесь, находится алкалоид теобрамин. Теобрамин. Что мы увидели? Мы увидели, что зерно кофе состоит из оболочки кофеиновой и оболочки такого алкалоида, как теобрамина. Теперь давайте с вами разберемся, а так ли это. Да, да, да. Теобрамин находится в зернах какао. В зернах кофе его никогда не было и нет. И поэтому рассказы о том, что в середине зерна находится теобрамин, это, конечно, какая-то шутка или насмехательство. Из чего же состоит зерно кофе? И мы с вами видим, где-то жира до 18%, сахарозы до 12%, различные белковые вещества до 19%, конечно же, много клетчатки. И кофеина, если рисовать, то всего лишь бывает до 2,5% в зерне кофе. А не какие-то там, как рисовал коллега, сверху находится кофеин. Как он рисовал, это приблизительно, наверное, процентов 30 кофеина. На самом деле всего лишь 1,5-2,5% кофеина. Также дубильные вещества, минеральные вещества, есть органические кислоты, пентазаны, моносахариды и так далее. Только единственное нет теобрамина. Теобрамин встречается в минимальных дозировках в зернах какао. Приблизительно 1,5-1% всего теобрамина находится в какао. И поэтому, как говорят математики, этими дозами можно пренебречь. Мы с вами увидели, что на самом деле кофе не состоит из теобрамина. Состоит из всего, что угодно, только теобрамина в зерновом кофе не существует. Автор перепутал, перепутал кофе с зерном какао. И вы видели, что в какао тоже его достаточно мало, и, как говорят математики, этим можно пренебречь. Но автор с уверенностью рассказывает о том, как люди выпивают кофе, и с ними начинается, особенно с водителями, особенно больших машин, эффект 30-го километра. И вот второй вопрос по этому видео мне хотелось бы очень серьезно рассмотреть. Итак, эффект 30-го километра. Но фактически любой гранулированный или растворимый кофе содержит кофеиновые фракции всего 5-10%. Поэтому, как правило, с него никакого бодряка вы не ощущаете, давление не повышается, а после этого кофе хочется спать. Замечали? Замечаю. Поэтому я пью кофе растворимый в вечернее время, ближе к ночи, и чем ближе к ночи, тем крепче, и тем больше фруктуски туда кладу, чтобы хорошо спать и больше молока наливать. Кофеиновый эффект мы получаем только с цельнозернового кофе, но после него вы должны быть готовы обязательно к табраминовой фазе. Всегда. Через 25 минут она наступает у любого сорта, неважно какого он качества. Чуть дольше некоторые сорта, до 30 минут, но после 30 вы однозначно получите табраминовую сталь. Табраминовая длится долго, где-то в течение часа. Но вы можете протестировать, то есть выпейте этот кофе, да, посмотрите. То есть обычно фаза активации, она ощущается хорошо, а потом хочется прилечь и подремать. И вот в обычной игре подремали так 20-25 минут, и потом встали и пошли. Если попьете водички, это стадия укоротиться. Но самое страшное, что последнее время люди, не зная об этих механизмах, попадают в одну очень неприятную ситуацию. Учитывая, большинству народа доступны только растворимые сорта кофе, да, очень многие надеются на то, что он купил хороший растворимый кофе, типа карт-нуар, там, да, хороший кофе, дорогой. Сейчас я его намешаю и взбодрюсь. Мешает, бодрости не получает никакой. А через 20-25 минут начинается что? Табраминовая стадия. Называется эффект 30-го километра. Дальнобойщик, собираясь в рейс в ночь, да, проскочить в город, пока нету больших пробок, да, выезжает, как правило, в 4-5 утра в рейс, да, ну, в Санкт-Петербурге, на Кольцевую, там, уйти на трассу, да, и поехать. Значит, соответственно, делает покрепче себе тормозок и послащий кофеек. Перед дорожкой машет в чашечку две крепкого растворимого кофе, садится за руль, ну, поначалу, еще пока он подвигался, у него все хорошо. Но через 25 минут у него вступает абраминовая фаза. К этому времени он отъехал примерно 30 километров от горы. Что с ним происходит в этот момент? Он начинает получать классический абраминовый эффект. Начинает спать, его начинает укачивать, да, потому что кабина мягкая, сейчас на КамАЗах уже редко ездит, все в основном на Вольво, а на Вольво это мягкое сидение, такая полоса, и он начинает дремать. Да, то есть, воленс-неволенс, несмотря, выспался ты, не выспался, но это абрамин, учитывая, что это мощный алкалоид, он у тебя все равно, проширить тебе сосуды, все равно тебе эффект покажет. И вот за эти 20-25 минут с 30 по 50 километр отмечается максимальное количество аварий с участием грузового автотранспорта. Практически все фуры и трейлеры убираются на этом участке пути. Что мы с вами увидели? И как говорит автор, с эффектом 30-го километра люди, выпивая растворимое кофе, начинается в России, а наверное во всем мире, катастрофа. Продолжение следует... Ну, коллеги, что можно по этому поводу сказать? Вот первое, когда я увидел этот клип, первое, что я и знал, из чего состоит кофе, да, не подымал никакие, значит, книги, а первое, что меня удивило, это оказывается, что все дальнобойщики, существуют под миллион, наверное, людей в мире, не анализируют свою ситуацию. То есть они каждый, представляете, каждый день тысячи или может миллион дальнобойщиков себе накручивают кофе, да, и потом не возвращаются домой. И меня немножко это рассмешило, и я все-таки хотел бы дать совет автору. Пусть он хоть раз в жизни, хоть раз в жизни возьмет себе кофе, любое, которое он рассказал непосредственно, Карнуа, о котором он рассказал у себя в клипе. Размешает это кофе, да, и даст ему гипертонику, и начнет мерить давление. И он увидит, что у гипертоника это давление будет держаться 6-8, а то и 10 часов. А у тех гипертоников, или про тех людей, которых он рассказывает, что выпивает, и тут же после этого кофе он через 20 минут засыпает, Дело в том, что он должен знать, и я исследование это прикладываю к своему фильму, что реакция на эргогенные свойства кофеина зависит всего лишь от полиморфизма гена, который называется вот этот СУП-1А2, сложное у него название. Поэтому я своему коллеге рекомендую, первое, проверить кофе Кортнуа или любое Дескафе или так далее на гипертониках, и именно на тех гипертониках, у которых не существует гена кофеина. Поэтому на этом я заканчиваю, и да приводит с вами сила. Продолжение следует...